Слово для доклада предоставляется заместителю председателя Совета директоров, председателю правления ПАО «Газпром» Миллеру Алексею Борисовичу. Уважаемые акционеры, к годовому общему собранию были представлены подробные материалы о деятельности ПАО «Газпром» за 2017 год. Годовой отчет, бухгалтерская финансовая отчетность, заключение ревизионной комиссии и другие материалы. Собранию акционеров предлагается утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год, годовую бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, распределение прибыли, а также предложенный Советом директоров размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года. На решение собрания также вносятся вопросы об утверждении аудитора, о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии общества, об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии. Предлагается дополнить положение об общем собрании акционеров ПАО «Газпром» нормой, об использовании дополнительных помещений, оборудованных для трансляции хода собраний, подачи вопросов и участия в премиях. Проекты решений под данным вопросом есть в бюллетенях. Дополнительная информация в полученных вами материалах. Уважаемые акционеры, «Газпром» успешно реализует стратегию лидерства среди глобальных энергетических компаний. Группа «Газпром» является мировым лидером по запасам природного газа, объему его добычи и поставок на международный рынок. Единая система газоснабжения, которая эксплуатирует и развивает «Газпром», не знает равных по масштабам и технической оснащенности. Мы создали крупнейший в России электроэнергетический холдинг, ставший лидером по установленной мощности и первым по производству электроэнергии среди российских компаний тепловой генерации. Мы вывели наше нефтяное подразделение, компанию «Газпромнефть», в тройку лидеров нефтяной отрасли страны и выступили пионерами освоения российского арктического шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку нефти по Северному морскому пути. «Газпром» вносит весомый вклад в экономику Российской Федерации. Добавленная стоимость, созданная «Газпромом» в 2017 году, составила 3,4 трлн. рублей, или почти 4% от ВВП России. «Газпром» является одним из ключевых налогоплательщиков России. Платежи в бюджеты различных уровней в 2017 году достигли 2,5 трлн. рублей. Более 60% – это налог на добычу полезных ископаемых и таможенные платежи. «Газпром» обеспечивает более 8% доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. По сравнению с предыдущим годом, платежи увеличились на 568 млрд. рублей. Реализуя масштабные стратегические проекты, «Газпром» сохраняет сильное финансовое положение. Выручка от продаж группы «Газпром» стабильно растет. В 2017 году она увеличилась на 7% и достигла 6,5 трлн. рублей. «Газпром» прочно занял место в пятерке мировых нефтегазовых компаний-лидеров по ключевым финансовым индикаторам «Чистая прибыль» и «ИБИДДА». По итогам 2017 года они составляют 12,25 млрд. долларов соответственно. В 2017 году мы полностью профинансировали капитальные вложения за счет операционного денежного потока. Без учета изменения объемов банковских депозитов, свободный денежный поток группы «Газпром» составил 24 млрд. рублей. «Газпром» успешно привлекает капитал на международных финансовых рынках. Взвешенный подход к выбору источников финансирования обеспечивает компании низкую стоимость привлечения долгового финансирования в среднем на уровне 5,6%. Ключевой показатель долговой нагрузки – коэффициент отношения чистого долга к «ИБИДДА» по итогам 2017 года составил 1,4%. Высокий уровень кредитоспособности «Газпрома» подтверждается оценками крупнейших международных рейтинговых агентств. Компания проходит пик инвестиционной программы, реализует целый ряд масштабных, нацеленных на перспективу стратегических проектов. В то же время, учитывая интересы акционеров, Совет директоров принял решение не снижать достигнутый уровень дивидендных выплат. По итогам 2017 года предлагается выплатить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на одну акцию. И суммарно дивиденды составят 190 миллиардов рублей или 27% от чистой прибыли, которые относятся к акционерам ПАО «Газпром». По объему дивидендов «Газпром» является лидером среди нефтегазовых компаний России. Уважаемые акционеры, амбициозные проекты «Газпрома» по развитию добычи, транспортировке и переработке углеводородов стимулируют инновации в нефтегазовой отрасли, способствуют развитию российской науки. В 2017 году на НЕОКР и прединвестиционные исследования мы потратили 8,2 миллиарда рублей. «Газпром» занимает передовые позиции в российском топливно-энергетическом комплексе по импортозамещению. В 2017 году было подписано и актуализировано 17 соглашений целевого сотрудничества с производителями импортозамещающей продукции. Доля отечественных материально-технических ресурсов в закупках «Газпрома» в 2017 году составила 99,4%, а по трубам и соединительным деталям – 100%. Для своих объектов «Газпром» закупает продукцию этой категории только у российских производителей. «Газпром» внес значительный вклад в становление российской трубной отрасли. Во многом, благодаря заказам «Газпрома», мощности российских производителей труб выросли с 2000 года по настоящий день из 9 миллионов тонн до более чем 23 миллионов тонн в год. Доля высокотехнологичной продукции в отрасли превышает 60%. Выполняя заказы «Газпрома», российские производители труб вышли на самый высокий уровень качества продукции, который позволяет им конкурировать в любом сегменте мирового рынка. В течение 25 лет «Газпром» успешно приумножает ресурсную базу газовой отрасли России. С 1993 года открыто более 80 месторождений. Прирост запасов «Газпрома» за счет геологоразведочных работ за этот период составил 10,5 трлн кубометров газа. В 2017 году по результатам ГРР запасы «Газпрома» на территории России увеличены на 852,9 млрд кубометров, что составляет 96% общероссийского годового прироста. Прирост запасов жидких углеводородов составил почти 100 млн тонн. Сегодня «Газпром» является мировым лидером по доказанным запасам углеводородов. Запасы нашей компании в полтора раза превосходят суммарные запасы пяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира – ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и Chevron. С 2005 года мы неизменно удерживаем коэффициент воспроизводства запасов природного газа на уровне выше единицы. В 2017 году он составил 1,82, коэффициент воспроизводства запасов жидких углеводородов – 1,64. В 2017 году добыча газа предприятиями группы «Газпром» увеличилась по сравнению с 2016 годом на 52 млрд кубометров или на 12,4% и составила 471 млрд кубометров природного газа. В короткие исторические сроки усилиями коллективов «Газпрома» на территории России создан крупнейший в мире газодобычной комплекс. Его мощности превышают 550 млрд кубометров в год. Формируются новые центры газодобычи на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. В Арктике мы развиваем Ямальский центр газодобычи. Газ Ямала является ресурсной базой для расширения северного газотранспортного коридора, главного маршрута поставок голубого топлива на российский рынок и в страны Европы. В 2017 году исполнилось 5 лет свода в строй Баваненковского месторождения. Оно имеет ключевое значение для освоения ресурсов полуострова Ямал. Добычу на месторождении мы наращиваем каждый год. В 2017 году увеличение составило 15,3 млрд кубометров. Пиковая производительность достигла 264 млн кубометров в сутки. В 2017 году на Баваненковском месторождении добыто 17,6% от общего объема добычи группы «Газпром». Интенсивно ведется обустройство Чендинского месторождения, главного месторождения Якутского центра газодобычи. Газ месторождения поступит в газопровод «Сила Сибири» и на экспорт уже в следующем году. На базе Кобыктинского месторождения, которое по размеру запасов относится к категории уникальных, «Газпром» формирует Иркутский центр газодобычи. Идет подготовка месторождения к промышленной эксплуатации. В Сахалинском центре мы развиваем уникальные методы подводной разработки месторождений. А для поддержания высоких уровней производства на Дымпур-Тазовском регионе мы совершенствуем методы добычи газосинонских и ачимовских отложений, в том числе применяя передовые технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Добыча жидких углеводородов группой «Газпром» по итогам 2017 года выросла почти на 2 млн тонн по сравнению с 2016 годом и составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти увеличена до 41 млн тонн. По суммарным объемам добычи углеводородов, газа, газового конденсата и нефти «Газпром» является мировым лидером, превосходя «Петра Чайна» и «Эксен Мобил» в 2,6 раза, «Шелл» в 2,8 раза, «Би-Пи» почти в 3 раза. «Газпром» в нефтяной отрасли достойно представлен нашей дочерней компанией «Газпромнефть». Компания демонстрирует высокую эффективность, отличные производственные и финансовые результаты, развивает инновационные методы разработки углеводородов. В 2017 году «Газпромнефть» укрепила свои позиции в российской нефтяной отрасли и впервые вошла в тройку лидеров по добыче жидких углеводородов. С учетом совместных предприятий и операций, по итогам 2017 года составило 62,4 миллиона тонн. Нефтеналивной терминал в Иркута-Арктике обеспечил круглогодичную отгрузку добываемой нефти. А сегодня мы поднимаем флаг на мачте нового ледокола, который будет проводить танкеры через арктические льды. Это очередной шаг по развитию российского ледокольного флота и обеспечению интересов России на Северном морском пути. Уникальный опыт «Газпрома» находит применение и за рубежом. Группа «Газпром» участвует в зарубежных проектах добычи углеводородов. Наиболее крупные из них успешно реализуются во Вьетнаме, в Боливии, в Ираке. Уважаемые акционеры, на «Газпром» приходится 50% общего объема переработка газа в России. Максимальное излечение ценных компонентов из добываемого сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью – приоритетная задача группы «Газпром» в сфере переработки углеводородов. Перспективу роста переработки газа мы связываем со строительством крупнейшего в России амурского газоперерабатывающего завода, который по мощности станет вторым в мире. Одним из достижений «Газпрома» за минувшую четверть века является безупречная работа единой системы газоснабжения страны. Ее основа – крупнейшая в мире газотранспортная система, которая стала образцом эффективности и качества управления системами газовой инфраструктуры. «Газпром» также является владельцем и оператором газотранспортных систем в Армении, Белоруссии и Кыргызстане. Развитие ГТС «Газпрома» ведется в двух главных направлениях. В Европейской части России мы расширяем Северный газотранспортный коридор. Его продолжением за пределами России являются трансграничные газопроводы «Северный поток» и будущий «Северный поток-2». Мы построили самые современные в мире газопроводы с рабочим давлением 120 атмосфер. Это Баваненково-Ухта, Баваненково-Ухта-2, а также Ухта-Торжок. В 2017 году строились компрессорные мощности на газопроводе Баваненково-Ухта-2. В этом году в эксплуатацию будут введены цеха общей мощностью 371 мегаватт. В 2018 году будет завершено сооружение линейной части газопровода Ухта-Торжок-2. На востоке страны полным ходом идет к завершению строительства газопровода «Сила Сибири», который стал крупнейшим инвестиционным проектом в мировой газовой отрасли. Параллельно с развитием ГТС «Газпром» наращивает емкость и производительность подземных хранилищ. По сравнению с сезоном 1993-1994 годов потенциальная максимально суточная производительность ПХГ «Газпрома» увеличена в 2,6 раза. В 2017 году установлен исторический рекорд потенциальной суточной производительности хранилищ на начало периода отбора – 805,3 млн кубометров. Оперативный резерв хранилищ за 25 лет увеличен вдвое. К отопительному сезону 2017-2018 годов был обеспечен рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ – 72,2 млрд кубометров газа. По сравнению с сезоном 2015-2016 годов отбор газа из ПХГ России, прошедший зимой, вырос в 1,6 раза. В 2017 году «Газпром» увеличил поставки газа потребителям РФ до 229,9 млрд кубометров, что на 7% выше уровня 2016 года. «Газпром» – крупнейший поставщик природного газа на российском рынке. Основными покупателями газа группы «Газпром» являются население, коммунальный комплекс и электрогенерирующие компании. Группа «Газпром» доставляет значительную часть объемов газа, потребляемого в странах бывшего Советского Союза. В 2017 году здесь реализовано на 1,8 млрд кубометров газа больше, чем в предыдущем году. Объем поставок составил 35 млрд кубометров газа. Рост объемов поставок природного газа страны бывшего Советского Союза в 2017 году стал результатом повышения роста потребления и отбора газа в Беларуси и странах Балтии, а также возобновления поставок газа в Азербайджан. «Газпром» ведет масштабную работу для того, чтобы каждый год десятки тысяч российских семей получали возможность получать природный газ. Программа газификации России – приоритетный, социально значимый проект «Газпрома». В 2017 году завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей протяженностью 1848 километров. Благодаря этому в 32 субъектах Российской Федерации обеспечена подача газа к 207 населенным пунктам. Это создало условия для газификации почти 52 тысяч домовладений и 173 котельных с общим объемом потребления 400 миллионов кубометров газа в год. К концу 2017 года уровень газификации по России достиг 68,1%, в том числе в городах 71,4%, в сельской местности 58,7%. Расширение использования газа как моторного топлива – одно из перспективных направлений деятельности «Газпрома». В 2017 году общая производительность газозаправочной инфраструктуры группы «Газпром» составила 2 миллиарда кубометров. Объем реализации с наших газозаправочных станций в России увеличен до 525,9 миллионов кубометров природного газа. В качестве топлива на магистральном автотранспорте наряду с компримированным газом «Газпром» внедряет жиженный природный газ. На это нацелен пилотный инвестиционный проект строительства газомоторной инфраструктуры по маршруту Москва-Петербург. Эта трасса является частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. Уважаемые акционеры, в 2017 году исполнилось 10 лет работы «Газпрома» в электроэнергетическом секторе. Подведены итоги реализации стратегии группы «Газпром» в электроэнергетике. За прошедшие 10 лет создан крупнейший в стране электроэнергетический холдинг тепловой генерации. Его установленная электрическая мощность порядка 1,6 от мощности единой энергетической системы России. К концу 2017 года мощности холдинга составили 38,8 гигаватт. «Газпром» выполнил свыше 30 проектов строительства и модернизации генерирующих производственных объектов общей мощностью порядка 8,6 гигаватт. За десятилетия выручка в электроэнергетике выросла более чем в три раза, и беда увеличилась более чем в 7,5 раз. Показатель отношения долга к беде снизился с 2,5 до 1,1. В 2017 году «Газпромэнергохолдинг» показал рекордные финансо-экономические результаты, благодаря вводу новых эффективных мощностей и оптимизации операционных расходов. В число ключевых задач стратегии «Газпромэнергохолдинга» на период 2018-2027 годов входит повышение внутренней эффективности и участие в новой программе модернизации. В рамках международного развития мы ведем строительство тепловой электростанции в Сербии, рассматриваем возможности строительства мощностей газовой генерации во Вьетнаме и в Китае. Уважаемые акционеры, в 2017 году наши поставки природного газа в европейские страны дальнего зарубежья достигли исторического рекордного уровня – 194,4 миллиарда кубометров. Алексей Борисович, мне кажется, все присутствующие заслуживают того, чтобы мы поблагодарили их за такую большую работу. И давайте мы оплодим. Спасибо. За 25 лет мы практически удвоили поставки на этот рынок. Доля «Газпрома» в европейском потреблении в 2017 году также поднялась до рекордного уровня – 34,2%. В Европе российский газ пользуется все большим спросом. Так, рекордный импорт в Германию в 2017 году увеличился еще на 7%, в Турцию – почти на 17%. В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию – 9,1 миллиарда кубометров, что в полтора раза превышает показатель 2016 года. В отопительном сезоне 2017-2018 годов во время сильных холодов в Европе «Газпром» установил 10 рекордов суточных поставок в дальние зарубежья. В марте 2018 года был установлен абсолютный рекорд – 713,4 миллиона кубометров газа в сутки. Потребление газа в европейских странах в 2017 году, по предварительным данным, составило 568,2 миллиарда кубометров, что на 26,5 миллиарда кубометров или 4,9% больше, чем в 2016 году. Главными факторами роста спроса стали повышение экономической активности в странах Европы и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи. Ресурсная база европейской газовой отрасли сужается. В Голландии снижаются лимиты добычи на крупнейшем месторождении Гронинген. Власти Норвегии ограничивают морское бурение в высоких широтах. Таким образом, есть все предпосылки для дальнейшего роста импорта газа в Европу. В целом, импортные поставки газа на рынок стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 22,8 миллиарда кубометров. Наибольший вклад в этот рост внес Газпром. Прирост поставок Газпрома за этот период составил 15,1 миллиарда кубометров. Развитие мирового производства СПГ не приводит к радикальным переменам в европейском балансе газа. Поставки СПГ из США сдерживаются высокой стоимостью полного цикла производства и транспортировки через океан. В 2017 году только всего менее 2 миллионов тонн было направлено европейским покупателям, преимущественно не получающим газ из России. Доля американского СПГ в объеме потребления газа европейских стран составила всего полпроцента. Первые итоги 2018 года показывают, что рост поставок Газпрома в европейские страны дальнего зарубежья продолжился. По предварительным данным за первые полугодия 2018 года мы поставили на этот рынок 101,2 миллиарда кубометров газа. Это на 5,7 процента больше или на 5,5 миллиарда кубометров превышает показатели за аналогичный период рекордного 2007 года. При сохранении тенденции наш экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 года может выйти на новый исторический рекорд – около 200 миллиардов кубометров. Северный поток надежно обеспечивает наши поставки на европейский рынок по самому эффективному маршруту. Трансбалтийский маршрут доказал свою надежность, безопасность и эффективность в качестве магистрали, соединившей Европу с газовыми месторождениями России. В ноябре 2017 года по газопроводу «Северный поток» из России в Германию с начала ввода этого проекта в эксплуатацию был поставлен 200-миллиардный кубометр газа. Базируясь на успехе «Северного потока», «Газпром» реализует проект «Северный поток-2». В 2017 году подписаны соглашения о его финансировании с компаниями «Энжи», «Омфау», «Шелл», «Юнипер» и «Винтерсхалл». Новый газопровод будет построен к концу 2019 года. С его вводом в строй пропускная способность зарубежной части «Северного газотранспортного коридора» возрастет до 110 миллиардов кубометров газа в год. Уже получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Маршрут по «Северному газовому коридору» от Ямала до Грайсфальда почти на 2000 километров короче, чем по «Центральному коридору» через Украину. Новые газопроводы «Северного коридора» отличаются от украинских пониженной металлоемкостью, меньшими энергозатратами и значительно меньшим углеродным следом. В феврале 2018 года исполнилось 15 лет с момента ввода в эксплуатацию газопровода «Голубой поток», на который приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок. Всего за этот период по газовой магистрали обеспечена транспортировка более 158 миллиардов кубометров газа. По итогам 2017 года по газопроводу поставлен рекордный объем газа – 15,9 миллиарда кубометров. Поставки газа по «Голубому потоку» стали мощным катализатором развития газового рынка Турции. Сейчас «Газпром» строит новую трансчерноморскую газовую магистраль – «Турецкий поток». Завершено строительство первой нитки газопровода. Впервые в мире труба диаметром 810 миллиметров проложена на глубине 2200 метров. «Турецкий поток» еще больше повысит надежность поставок газа нашим турецким и европейским партнерам. Растущий спрос на газ в Европе требует гарантии стабильности поставок. Обеспечением их надежности служат подземные хранилища газа, которые «Газпром» эксплуатирует за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы их активная емкость составляла не менее 5% от годового объема экспорта. За последние 10 лет она выросла почти в три раза. География участия «Газпрома» в зарубежных проектах ПХГ постоянно расширяется как в Европе, так и за ее пределами. В настоящее время мы проводим технико-экономическую оценку возможностей участия группы «Газпром» в новых проектах подземного хранения газа на территории Австрии, Словакии, Китая и других стран. В целях расширения клиентской базы и увеличения гибкости поставок в зарубежные страны «Газпром» развивает деятельность на мировом рынке жиженого газа. В 2017 году СПГ из портфеля группы «Газпром» получили 9 стран. Большая часть торговых операций, 80%, пришлась на страны АТР. Среди них Индия, один из наиболее динамичных азиатских газовых рынков. В 2017 году мы поставили СПГ и на новый для нас рынок, рынок Испании, который пока не досягаем для нашего магистрального газа. Наращивая собственные возможности производства СПГ, совместно с ЧЕЛ мы ведем подготовительную работу по строительству третьей линии завода «Сехалин-2» мощностью 5,4 миллиона тонн СПГ в год. Кроме того, проводится совместное технико-экономическое исследование для определения основных технических решений проекта «Балтийский СПГ» мощностью 10 миллионов тонн в год. Самым динамичным газовым рынком в мире является Китай. Спрос на газ в Китае увеличивается растущими темпами. В 2015 году его потребление выросло на 5%, в 2016 году на 7%, в 2017 году уже на 15%. Доля газа в топливно-энергетическом балансе КНР поднимется с нынешней 7% до 10% в 2020 году и до 15% к 2030 году. Это означает, что уже через ближайшие пару лет Китаю понадобится до 360 миллиардов кубометров газа. Собственная добыча страны не обеспечивает таких объемов, и Китай наращивает импорт. Сегодня он покрывает почти 40% внутреннего спроса на газ. Потенциальная емкость китайского рынка столь велика, что в среднесрочной перспективе ему может потребоваться до 110 миллиардов кубометров в год трубопроводного газа из России. Газопровод «Сила Сибири» будет запущен в эксплуатацию в декабре будущего года, и российский газ начнет поступать в Китай. В течение 30 лет мы поставим в КНР более 1 триллиона кубометров газа. Российский газ поможет сбалансировать китайский рынок, повысить его ликвидность, предотвратить периоды дефицита, подобные случившемуся в 2017 году. В 2017 году заложена основа для создания еще одного маршрута трубопроводных поставок газа в Китай. Между «Газпромом» и КННК подписано соглашение, согласно которому дополнительные объемы газа придут в Китай с Дальнего Востока России. Партнерство «Газпрома» с китайскими компаниями не ограничивается поставками газа. Прорабатываются вопросы взаимодействия в области подземного хранения и газовой электрогенерации на территории Китая, газомоторного топлива и в социальной сфере. Партнерство «Газпрома»